В эфире 23 канала программа социальный фактор. О различных спектрах социальной и культурной жизни нашего города вам расскажу я, Елена Цховская. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Диспансеризация «Зеленый свет». В этом году планируется обследовать более 650 тысяч граждан, которые застрахованы в системе обязательного медицинского страхования. Обменять поле с единого образца теперь можно и на дому. Такой возможностью воспользуются пенсионеры-инвалиды, однако следует быть предельно внимательнее, заключая договор с той или иной страховой медицинской компанией. Осторожно в Таганроге вновь мошенники. Как не попасть в просадку? Слет работников культуры Ростовской области Донские зори 2013 прошел в Неплиновском районе. Таганрогская команда Петра Великого завоевала кубок губернатора и первое место в номинации «Радиогазета». Всеобщая диспансеризация «Зеленый свет». В этом году планируется обследовать более 650 тысяч граждан, которые застрахованы в системе обязательного медицинского страхования и старше 18 лет. Диспансеризация проводится в два этапа. Прежде всего это скрининг, то есть определяется предрасположенность пациента к тому или иному заболеванию, а также выявляются хронические недуги. Но о том, что следует далее, нам рассказал главный врач 2-й городской поликлиники Юрий Борисович Иванов. Какая цель основной диспансеризации? Это выявление заболеваний на ранних стадиях. Значит, сразу хочу пояснить, потому что многие люди не понимают, что такое диспансеризация, для чего она нужна. Значит, диспансеризация выявляет в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, то есть заболевания, которые наиболее часто приводят к гибели, значит, на первом месте у нас смертности сердечно-сосудистых заболеваний. И широко распространенные, ну, скажем так, социальные неинфекционные болезни. Это сахарный диабет, это заболевания легкие. Если человек думает, что он, пройдя диспансеризацию, там, ну, охватит все органы и системы, нет, это не так. Значит, диспансеризация подразумевается двумя этапами. Первый этап – это массовое скрининг-обследование, лабораторные обследования на выявление сахарного диабета, флюорография на заболевания легких и скрининговые исследования на наличие онкопатологии в репродуктивной сфере. Это общая государственная программа на сохранение здоровья населения. Для того, чтобы мы ее нормально и успешно выполнили, медицинские работники, нам нужно понимание населения и очень важно понимание работодателей, тех людей, которые готовы отпустить своих сотрудников, выделить им свободный день, дать возможность пройти диспансеризацию. В течение четырех месяцев в Таганроге реализуется правительственная программа диспансеризации. Однако большого потока желающих пройти бесплатное обследование, увы, не наблюдается в городских поликлиниках. Диспансеризации подлежат граждане, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, старше 18 лет. Причем как работающие, так и безработные. Пока что самой активной категорией оказались пенсионеры. Вы к нам на дистанциризацию пришли? Да, я обратился к терапевту по достижению 60 лет. Вот она мне посоветовала обратиться к вам, чтобы пройти диспансеризацию. Необходимо пройти общие анализы крови, кровь на глюкозу, холестерин, измерить внутриглазное давление, артериальное давление. Почему вы решили пройти диспансеризацию? Вы знаете, я давно не обращался к врачам. Чувствуется, что уже пора пройти, узнать состояние своего здоровья. Тем более бросил курить. Пожалуй, проблемой на сегодняшний день является низкий уровень желания принять участие в диспансеризации у работающих граждан. Мы стараемся всеми силами привлечь все население, которое проживает на наших участках. В обязательном порядке те, которые обращаются в поликлинику, если они подходят по возрасту, тут же направляются в кабинет профилактики, где они заполняют анкетку и даются направления на скрининговое обследование в соответствии с приказом. Также проводим в первую очередь тех, которые прошли стационарное лечение. То есть эти лица практически уже полностью прошли диспансеризацию во время нахождения в стационаре. Даже без привлечения этого лица, единственное, необходимо составить анкетку, заполнить, ответить на те вопросы, которые нас интересуют, для выяснения скрытых заболеваний. Анкета заполняется для того, чтобы выявить проблемы, с которыми человек в настоящее время еще ни разу не обращался к врачу, но в ближайшее время может обратиться. И на основании этих ответов по специальной методике медсестры кабинета профилактики обрабатывают эти анкеты и уже прогнозируют, какому специалисту данного пациента необходимо направить на повторном этапе, на втором этапе. Проблема большая в том, что наше население не живет там, где оно прописано. Во-первых. Поэтому, несмотря на то, что на всех участках составлены списки в соответствии с пересписью населения, подлежащих диспансеризации, но этих людей очень трудно найти. Найти на рабочем месте, найти по месту фактического их проживания. Поэтому мы призываем просто, начиная с 21 года, с интервалом в 3 года, это те лица, которые подлежат диспансеризации. Обращайтесь в поликлинику, приходите даже сразу в кабинет профилактики. Итак, диспансеризация – дело добровольное. Пациента не могут заставить ходить по врачам в обязательном порядке. Прежде всего, нужно понять – это необходимо каждому из нас, а не медикам. Болезнь легче предотвратить, нежели потом лечиться. Существует еще один вид профосмотров. Это профосмотры на выявление профессиональной патологии. Обязательные профосмотры, в которых заинтересованы работодатели по так называемому 302-му приказу Минздрава. И вот совмещение этих двух профосмотров в наших условиях возможно. И если диспансеризация идет полностью за счет федерального бюджета и оплачивается по медицинскому страхованию, то 302-е на выявление профпатологии идут за счет предприятия. Так вот, мы готовы в поликлинике совмещать эти профосмотры, так называемые два в одном, и это облегчит финансовую проблему предприятия. То есть те виды обследований, которые подлежат диспансеризации, они не будут оплачиваться предприятиям, будут оплачиваться за счет бюджета. Итак, ваше здоровье в ваших руках. Не забывайте об этом. Продолжается замена полисов обязательного медицинского страхования на полис единого нового образца. Но справедливости ради стоит заметить, спешить не стоит. Старые полисы будут действовать на все территории Российской Федерации, вплоть до их полной замены. Есть ряд страховых компаний, в том числе и на территории города Таганрога, в которые можно обратиться и написать заявление о замене полиса на полис нового образца. Если по каким-то причинам у гражданина нет такого желания или, скажем, возможности, в силу занятости, в силу, допустим, еще каких-то обстоятельств жизненных, то этого делать не обязательно, потому что сегодня создана федеральная база застрахованных и в нее входят как полисы нового образца, так и полисы старого образца. И никакой поспешности, срочности, скажем так, в том, чтобы заменить полис старого образца на новый, нет. Полисы любого образца, где написано слово «обязательное медицинское страхование», действуют на территории Российской Федерации. Отметим, обменять страховой медицинский полис можно и на дому. Такая возможность прежде всего представится пенсионерам и инвалидам. Однако здесь стоит быть очень внимательными. То есть к вам, возможно, могут приходить сотрудники страховых компаний, которые имеются страховыми компаниями, договор возмездного оказания услуг, с предложением о том, чтобы поменять вам полис. Я хотела бы обратить внимание граждан, чтобы при таком диалоге они были предельно внимательны. Внимательны в чем? Есть сотрудники страховых компаний, которые не совсем добросовестно информируют гражданина о его правах. В частности, например, предлагают поменять полис на полис нового образца, не объясняя о том, что параллельно с обменом полиса на полис нового образца происходит замена страховой компании. К нам в филиал фонда медицинского страхования было очень много обращений пенсионеров с тем, что они не глядя подписали бумажку, доверились сотрудникам, которые к ним пришли, страховых компаний, не читая подробности, о чем там было это заявление. И получился такой казус. Они теперь хотят вернуться в свою страховую компанию, в той, которой были много лет застрахованы. Но хочу сказать сразу, что по закону пациент имеет право заменой страховой медицинской компании, но он имеет право поменять страховую медицинскую компанию один раз в год. Осторожно, мошенники! В Таганроге вновь регистрируются случаи этого вида преступлений. На удочку у житцам попадаются, как правило, самые незащищенные граждане нашего города – пенсионеры. В последнее время в отношении ряда пожилых лиц осуществляется преступление, связанное с таким видом, может, как продажа различных видов медицинских препаратов, медицинских инструментов, приборов, которые на самом деле фактически ничего не стоят, но продаются за огромные суммы. Люди откладывают себе там на остаток жизни, а у них все мошенническим путем выдуливается, как говорится. Поэтому ко всем гражданам нами тут разработана специальная такая памятка, осторожно, мошенники, где виды вот этих основных видов мошенничества кратко описаны. Так что будьте предельно бдительны и внимательны, не доверяйте случайным знакомым и не пускайте в свой дом незнакомых гостей. Тогда, возможно, удастся избежать неприятностей. 25 сентября в нашей стране прошел единый день пенсионной и социальной грамотности. Таганрог, конечно же, не остался в стороне. В управление пенсионного фонда по городу Таганрогу пришли студенты политехнического колледжа. Третий год подряд проводится Всероссийская информационно-разъяснительная кампания по повышению пенсионной и социальной грамотности среди учащейся молодежи. Ее основной целью является информирование школьников и студентов об их будущей пенсии, о возможности ее увеличения, о реформе пенсионного законодательства. Пенсионный фонд – очень многогранная у него работа и очень много направлений. Начиная с рождения, каждый ребенок уже анкетирует его, и он получает, и, наверное, все вы имеете такую зеленую карточку, да? Это страховое свидетельство. Что это такое? Это тот документ, который отражает весь ваш жизненный и рабочий путь. Начиная от рождения, ну... Сегодня в пенсионном фонде побывали студенты политехнического колледжа. Групп специальностей «Право и организация социального обеспечения». Студенты, как и в прошлые годы, посмотрели, как организована работа специалистов управления. И вот что, прежде всего, пенсионная грамотность несет, на что бы я хотела обратить ваше внимание, это то, что устраиваясь или работая на летних каникулах, обязательно вы должны следить за тем, чтобы это была официальная, чистая, как мы называем, белая зарплата. Потому что каждый ваш заработок, каждый ваш вы три месяца поработали, ничего не может быть лишним. Все это в будущем скажется на вашей будущей пенсии. Работа по повышению пенсионной и социальной грамотности будет продолжаться до конца года. Специалисты пенсионного фонда в учебных заведениях Таганрога проведут обучающие лекции. Расскажут об основных этапах формирования пенсии. Далее о культурной жизни. С 19 по 21 сентября в Неклиновском районе проходил третий областной слет работников культуры Донские зори. По традиции на него съехались артисты, библиотекари, музейные работники из всех 55 муниципальных образований области. Проведение слета инициировал губернатор Ростовской области еще в 2011 году. Вновь в Донские зори собрали несколько сотен участников делегаций муниципальных образований Ростовской области, подведомственные министерства культуры, творческие коллективы. Не зря про представителей этой профессии говорят и швец, и жнец. И то, что это утверждение верно, все свой доказали участники слета. Программа слета была насыщена разнообразными культурно-творческими мероприятиями, в которых главные действующие лица – это культработники Дона. Им представилась возможность проявить свои творческие таланты и мастерство в конкурсе «Визитная карточка». Придумать оригинальное радиоприветствие, традиционно оформить палаточные эко-городки. А в фотоконкурсе показать свой взгляд на жизнь за кулиси. Программа слета обширна. Она состоит не только из конкурса, но и из живого общения. Поэтому, естественно, нам тоже интересно посмотреть на то, что привезли с собой другие города, другие территории. Посмотреть особенно на те территории, которые находятся вдалеке от города Таганрога. Может быть, не такие типичные для нас, как близлежащие. В течение трех дней донские работники культуры делились опытом, рассказывали о своих достижениях. Каждый район старался представить свою малую родину по-особенному, демонстрируя изюминку. Тема нашего эко-города – это защита нашего моря, это все, что связано с ним, с его богатством и с нашим отношением к нему. Конкурс визитных карточек в этом году прошел под девизом «Ишвец, и жнец, и надуде, и грец». Пожалуй, эта крылатая фраза характеризует сущность профессии культработников. Мы хотим показать, как зарождалась культура, зарождались те люди, которых сегодня называют работниками культуры. Так, все на месте, все есть. Вот, и этого немножечко, и этого чуть-чуть. А сколько чего по рецепту-то требуется? А всего по немножечку, иначе будет плохо. Так чего жальничать? Может быть, все это? И не надо, потому что нужно соблюдать технологию. КУЛЬТРАБОТНИК! Что же делать? Что же делать? Ведь первым! Первым должен был быть человек! Таганрошцы за пять минут рассказали историю о том, как появился первый культработник, и на земле зародилась культура. На самом деле очень весело, очень много креативного народа, очень много людей, которые просто дышат культурой. Ну, знаете как, здесь мы все делаем все общее дело. То есть мы здесь собрались для того, чтобы обменяться опытом, чего-то научиться. Но на самом деле мы здесь для того, чтобы веселить народ. Мы же работники культуры все-таки как-никак. Море позитива, эмоций и всего-всего-всего. Я считаю, что все прошло замечательно. Было очень интересно увидеть всех, все коллективы со всех уголков нашей области. Такие слеты, самое главное, дают позитив и дают заряд на весь год работы. И я надеюсь на то, что третий слет, я качаю только начало, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го. Вообще все здорово и просто круто. На ваш взгляд, что хотела показать команда, на каком особенности ближе? То, что культработники, это культработники. Это смысл жизни, это смысл жизни, это семья, дети, это все, это мы, это культработники. Первый день слета выдался насыщенным. Грандиозная конкурсная программа завершилась поздним вечером. Во второй день состоялся парад команд. В гости к деятелям культуры приехали представители областной власти. От имени губернатора участников поздравил Сергей Корбань. Я скажу одно, что то, что в 2011 году было завожено, пройдут еще не один десяток лет, когда мы будем с вами вспоминать и говорить, что мы с вами были основателями очень хорошего, красивого праздника. У нас на Дону есть очень много традиций хороших. Шуваховская весна, чеховские чтения, фестиваль бардовской музыки. Я думаю, что слет культурных работников тоже войдет в эту красивую запись. В апогее самый торжественный момент – церемония награждения победителей. Призеры были определены в каждой номинации. Таганрогская команда Петра Великого признана лучшей в создании радиогазеты. В номинации «Да здравствует слет» Таганрог занял первое место и получил самую почетную награду – Кубок губернатора. Слет работников культуры области стали традиционными, яркими праздниками. Здесь открываются новые таланты, появляются яркие творческие идеи, щедро передается опыт работы, встречаются старые друзья и обретаются новые. И, конечно, слет выполняет свою главную задачу – дает возможность его участникам получить мощный творческий заряд, позволяет сплотить работников культуры в команду единомышленников, самоотверженно и вдохновенно развивающих культуру родного края. Таковы основные темы этого выпуска. Смотрите в следующей программе. Что думают горожане о пенсионной реформе, в частности, о позднем выходе на заслуженный отдых? Что недовольный пациент вправе потребовать от страховой медицинской компании? Права и обязанности пациентам? Как преодолеть осеннюю хандру? Советы специалистов. На этом у меня пока все. С вами была Елена Цеховская. Я благодарю вас за внимание и напоминаю, если у вас есть интересные темы, проблемы, либо какие-то факты, которые касаются социальной, культурной жизни нашего города, звоните к нам в редакцию. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова